Макромир 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 В рабочем общежитии все почему-то считали его необычно обычным человеком. Считалось, что он все время должен быть в пятнах. Но действительность уже давно примелькалась ему. С ней и с действительностью у Васи были самые холодные и странно суровые отношения. Суровее даже, чем со своей любовницей, у которой он срезал на вечную память волосы и клал их около себя под левый кулак. Когда, оглядываясь, обедал в шумной столовой. К Богу у Васи было слегка шизофреническое отношение. Не то, чтобы он считал, что Бога не существует, но ему почему-то всегда хотелось плакать, когда он вспоминал о Боге. Он как бы... Не были банальные отношения Васи к отдельным элементам действительности. В целом к ней он относился причудливо. А главное, настороженно. Она оказалась ему каким-то огромным блином, в котором стираются все грани. Ничтожное, нередко превосходило великое. От этого Вася часто по собачьи застывал, прислушиваясь в определенную сторону. Иногда ему казалось, что сквозь все предметы можно идти, как сквозь густой воздух. И таким образом увязнуть в действительности, как в равномерном болоте. Больше всего ему смущало обилие людей. Они как бы вытягивали его из самого себя, поэтому Вася часто пел. Последнее время он взял привычку петь бегом. Часто поздним вечером, возвращаясь из магазина с краюхой хлеба под мышкой, он одинокий бежал по темным улицам, оглашая пространство зычным пением. Казалось, сама темнота шарахалась от него в сторону. Приноровился также Вася Жуткин к математике. Оттого и поступил в вечернюю школу, в седьмой класс. Нравилась его математика нелепостью внешнего вида своих. Ишь, закорючки какие, думал Жуткин. А зато, говорят, сила в них живет немалая. Очень часто сравнивал он эти символы с живым, например, с собственными кишками. Любовница от Вася под конец ушла, остался только клок волос. Он по-прежнему клал его около левого кулака, когда садился есть в шумные столовые. Всю субботу падал мокрый снег. Дальние огоньки города затерялись между хлопьями снега. Вася весь этот день бегал из стороны в сторону, то за колбасой скакал, то переулком песню пел, то кулаком на бегу махал. А в общежитии все время невозможно орал радиоприемник. В одних местах было очень светло, в других слишком темно. На следующий день в воскресенье Вася пошел в компанию. Это с ним бывало. Кроме него там очутились еще четыре человека. Миша, Петя, Саша и Гриша. Еще они начали пить водку, как Васе захотелось выпрыгнуть в окно с этажа. Этаж был десятый. Захотелось просто так, по видимости, наспор. А по существу от того, что он считал, что спрыгнув с десятого этажа, что с первого. Все равно. Миша стал отговаривать его, но очень сухо и формально, поэтому на Васю это не оказало никакого влияния. Петя же как заинтересовался спором, так заинтересовался спором, что забыл про красную икру. Саша просто заснул, когда услышал, в чем дело. Вася с присущей ему практичностью одел на себя два пальто, чтобы смягчить удар деловито, но по-темному, встал на подоконник. Петя даже испугался, что проиграет пол-литра и пошаривал в рваных карманах. Миша по-прежнему довольно механически отговаривал Васю прыгать. Ухнув, Жуткин полетел вниз, и когда летел, то не понял разницы в своем положении. Правда, ему захотелось раскрыть рот и изо всех сил гаркнуть на всю вселенную, чтобы заглушить всеобщее равнодушие. И вдруг Васю увидел слона, который выходил во двор и шел прямо к тому месту, куда он падал. Сердце его словно остановилось. Больше всего на свете Васю озадачивали слоны. Миша, Петя, Саша, посмотрев из окна на мертвого Васю, сели за стол. Но мы забыли про Гришу, он спустился вниз, чтобы вызвать милиционера и прекратить это безобразие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!